Научная библиотека Северо-Восточного Федерального Университета на один день превратилась в площадку для обсуждения серьезных планов. Эксперты со всей России выступили с докладами и предложениями. Цель – найти действенное решение и применить его на практике. Будут приняты рекомендации, которые будут адресованы исполнительной власти, правительственной федерации нашей республики в целях минимизации негативного воздействия масштабного промышленного освоения и меняющегося климата. Будем надеяться, что таким образом мы внесем большую пользу именно как раз по минимизации всех этих негативных событий. Каждый участник предложил собственное видение решения той или иной проблемы. К примеру, заместитель директора научного института из Улан-Удэ затронул актуальную для Якутии тему сибирской язвы. В связи с глобальным потеплением появляется глубина протаивания, ходит вниз и могут появиться разные сибироязвенные захоронения. Нами в условиях сезонной и многолетней мезлоты в Бурятии разработал алгоритм. Я вот хочу все рассказать, чтобы здесь, в Якутии, где пятая часть нашей территории, нашей страны, могут быть заброшены скотомодельники. И передать всю эту технологию, чтобы они могли распознавать возможность здесь заброшенной скотомодельники. Ведущие эксперты по вопросам изменения климата и таяния мерзлоты собрались на эти дни в Якутске не просто так. Ученые уверенно заявляют, что если человек не может предотвратить глобальное изменение климата, то приспособиться к меняющимся условиям в наших руках. Мария Кардашевская, Джулстан Ликентьев, Якутск.